Здравствуйте. Когда Гитлер планировал нападение на Советский Союз в 41-м году, он планировал еще в 40-м году, начал планировать, составлялся план Барбаросса, надеюсь, вы все это знаете, или слышали, по крайней мере, об этом. Так вот, нападение планировалось на май месяц, когда уже на всей территории западной части СССР, вот там, где Россия, там, где Украина, Беларусь, установится хорошая погода, там, когда дороги станут проходимыми, да, вот тогда он и планировал напасть. Но случилось нечто, что он в 40-м году не ожидал. Случился конфликт в Югославии. Югославский народ не захотел подчиниться своему правительству, который хотел заключить договор с Гитлером о взаимопомощи, о сотрудничестве, отказался это сделать народ, в правительство пришлось пойти у него на поводу у народа, и случилось то, что случилось. Гитлер бомбил Белград, немецкая авиация, естественно, бомбил. Случилась война, и Гитлер не успел напасть на Советский Союз в мае месяце. Нападение случилось только 22 июня. Ну что в итоге, вот эта вот задержка на несколько недель сыграла на руку защитникам Москвы в 41-м году, когда подоспели холода. Да, вот так вот, очень важно. Нам-то холода гораздо приемлемее, чем для немцев, для их техники, для их обмунирования, для их вооружения. Так вот, я хотел вам рассказать сегодня о солдате немецком, Йозефе Шульце. Йозеф Шульц. Это такой был достаточно симпатичный человек, ему было уже где-то около 30-ти. Он был призван в армию и служил в Югославии. Любил, говорят, играть на фортепиано, но так про него больше ничего почти не известно, кроме его того поступка, которым он, в общем-то, говорят, бессмертил свое имя. В то время дело было в июле 41-го года, уже война шла на Восточном фронте, а там, в Югославии, значит, гитлеровцы добивали сопротивлявшихся сербов, сопротивлявшихся югославов. Вот этих сербов они держали в сарае, который за их спиной. Это, собственно, не сарай, а такая большая конюшня, крытая соломой. И вот видите, в первом ряду, так вот видно, стоят девушка и юноша и держатся за руки перед расстрелом, у них всех завязаны глаза. Ну вот кто-то из немецких фотолюбителей сделал эту фотографию. При всем присутствовал Йозеф Шульц, он был в этой расстрельной команде. И он сказал, нет, эти люди не преступники. Он оставил свое ружье, вышел вперед, вот видите, вот он стоит в серединке, на него стрелочка указывает, он уже без каски, без ружья, командир, ему что делать? Бунт, да? Бунт, так сказать, в отряде, что делать? Он его тут же отправил к этим партизанам, которых расстреливали, и его расстреляли вместе с ними. Вот такой вот короткий поступок, да? Просто вот импульс душевный у него был, и он так поступил. Я вот на себя думаю, вот, ну вот служил бы я вот в такой команде, которая бы кого-то отправила расстреливать. Ну, солдат, что нам соображать-то, да? Мы солдаты, мы ни в чем не виноваты, мне отдали приказ. И тут вдруг я высказываюсь с той точки зрения, и, в общем-то говоря, жертвуя жизнь. Ведь он сам встает вместе с ними. Романтик какой. Но в Югославии не сразу его приняли, память о нем. Некоторые ветераны югославского сопротивления возражали. Но потом как-то все убедили себя, и очень хорошо он, его память в германских землях, в немецких землях прозвучала. Вот все-таки немец, не все же были плохие, не все же, вот понимаешь, в концлагерь людей сгоняли, не все же расстреливали. Были такие романтики, как Йозеф Шульц. Вот так вот, вот такая вот история. Помянем его, Йозеф Шульц. Удачи вам, всех благ.